Субтитры создавал DimaTorzok И то, о чем я хотела сказать, это действительно те публикации, российские публикации, зарубежные публикации, в которых освещаются, по крайней мере, события начала 20 века. Но вообще я могу сразу сказать, что после фантастического выступления нашего коллеги, профессора Лау, который дал нам картину, базирующуюся на уникальных документах, архивах, и картины ситуации в Тибете и вокруг него в течение нескольких веков, после этого я, конечно, не претендую никоим образом на такое же широкое освещение даже той вот литературы, которая связана с Тибетом. Конечно, после такого выступления, мне кажется, что выступать очень трудно, потому что действительно доклад был. И, судя по всему, вот эта 800-страничная работа, о которой говорил профессор Лау, я надеюсь, что мы все-таки, поскольку она, видимо, есть в интернете, мы будем иметь возможность, так сказать, ее смотреть и учиться тому, как надо писать исторические исследования. Вот у меня лично такое восприятие, так сказать, его выступления. Я уже разослал это по интернету всем, там есть адрес, откуда скажешь. Вот, понимаете, я думаю, что это будет одно из подарков, которые мы можем сделать участникам нашей конференции, потому что это действительно всеобъемлющая, уникальная, видимо, работа, которая даст возможность смотреть, так сказать, на многие вещи по-другому и оценивать их, и, так сказать, давать именно объективную оценку тем событиям, которые были. Но мне кажется, что все-таки несколько слов о том, о чем я хотела сказать, я все-таки скажу. Конечно, это не будет никаким образом, так сказать, иметь такое же, так сказать, значение, иметь такой же охват, который нам подарил нам профессор Лау. Но мне бы хотелось начать с того, что вот все-таки, когда мы говорим о российской дипломатической истории, ну, казалось бы, она хорошо изучена вообще уже, что все все про это знают. Но мне кажется, что есть там все-таки некоторые страницы, хотя, может быть, и достаточно известно, но остается предметами дискуссий и споров как отечественных, так и зарубежных исследований. И мне кажется, что одной из таких страниц являются отношения между Россией и Тибетом более ста лет тому назад, в начале 20-го века. Известно ведь, что на поклонение тибетским святыням стекались паломники-ламаисты из самых, не только из Индии, Китая, Непала, Секима, Монголии, но и из России, и из-за Байкаля, Калмыцких степей. И надо сказать, что это обстоятельство, вот подданными и Российской империей, и Великобританией, с другой стороны, мне кажется, что оно достаточно широко использовалось и руководством этих стран. И поэтому, когда они продемонстрировали свой интерес к тибетским делам, они его прикрывали защитой интересов паломников, которые были подданными России и Британской империи, а отнюдь не стратегическими проблемами, которые реально вообще существовали и которые играли огромную роль в мировой политике и в этот период. И важное стратегическое положение Тибета в Центральной Азии, так сказать, оно прикрывалось интересами паломников. Повышенный интерес к Тибету во второй половине 19-го, в начале 20-го века британские колониальные власти объясняли стремлением оградить, оберегать жемчижину британской колонны от внешних посягательств. В первую очередь от интриг России, которая вела в этот период достаточно активную политику в регионе Центральной Азии. И вот вокруг методов ведения политики, вокруг характера, побудительных мотивов и так далее, в общем, надо сказать, что ведутся споры и до сегодняшнего дня. Во всяком случае, эти события рассматриваются как часть Great Game, как часть большой игры, которая вошла в историю международных отношений, историю англо-русского соперничества в этой регионе, которая, несомненно, оказывала влияние и на политику России и Великобритании в Европе, и на их взаимоотношения, и на общую ситуацию в Европе. Мне хочется... Речь может идти о, конечно, том, что вот эти события, о которых идет речь, они нашли отражение, конечно, в многочисленных опубликованных документах, в опубликованных сборниках документов, договоров, соглашениях, мемуаров, дневников, статьях в газетах и журналах. Публикаций много было, а также и идет речь о использовании, необходимости использования и неопубликованных материалов архива внешней политики Российской империи и Центрального государственного исторического архива в Петербурге. Ну, в общем, работа, конечно... Я не знаю, для меня, например, работа в архиве – это всегда очень большая, кроме всего прочего, удовольствие и радость, потому что, когда вы вдруг листая вот эти документы, это для российского архива – это китайский стол фонда, это средний азиатский стол. Именно в этих материалах я смотрела и собирала, так сказать, документы, касающиеся Тибета и России в Тибете и так далее. И, конечно, вы, когда их держите в руках, то это совершенно особое ощущение и дает, ну, другое, ну, любому вот, любой находке вы радуетесь. И, так сказать, действительно, особенно когда это документы, которые не были ранее публикованы и так далее. Ну, можно сказать, что, и, конечно, я имела возможность работать в Национальном архиве Индии. И для меня просто, если можно сказать, что я, понимаете, там, особенно когда вам удавалось обнаружить там документы, которые практически совпадали по периоду, по тематике с документами российских архивов, то мне кажется, что это вот особое было тоже ощущение удовлетворения возможностью работать над архивными материалами. Но надо отметить, что вот действительно были опубликованы документы, можно их долго перечислять, и сборники международных договоров, касающихся Дальнего Востока, российских документов. Это правительственные документы, это сборник договоров по истории международных отношений на Дальнем Востоке. Ну, перечислить все, конечно, невозможно, потому что действительно издавались о них. И еще интересны были публикации в журнале «Красный архив» о задачах царской дипломатии на Востоке в 1900 году. Это было, вышла статья эта в 1926 году. Работы Попова «Первые шаги русского империализма на Дальнем Востоке» Это тоже выдержки из дневников русских государственных деятелей, там, Ламсдорфа, политика крупного. Мемуары Витте, премьер-министра, в трех томах, в которых тоже очень много интересного содержится и в тех политике. Ну, наконец, еще такие деятели, как Суворин, редактор «Нового времени», который тоже опубликовал свои дневники, в которых можно из которых извлечь довольно много материалов о той борьбе, которая шла в правящих кругах России, вокруг политики на Дальнем Востоке. И, так сказать, группы безобразовцев, которые толкали Николая Второго к активизации этой политики и, если хотите, к авантюризму и так далее. Еще такая фигура, о которой мы все с вами хорошо знаем, это доктор Бадмаев. Конечно, Петр Бадмаев, который издал в 1925 году, была издана его работа «За кулисами царизма», это дневники архив тибетского врача Бадмаева, который был известен не только тем, что он готовил лекарства, филюли и так далее, в чем был крайне заинтересованный царский двор, поскольку наследник был нездоров, и рассчитывали очень на помощь Бадмаева как врача. Но, тем не менее, он участвовал в целом ряде таких, если хотите, авантюрных предприятий, концессионных предприятий в районе Китая, и пропагандировал всячески необходимость участия в России, в китайских делах, и Тибете, Моголии и так далее. И, в общем, прямо или косвенно на Бадмаев оказывал достаточно серьезное влияние и на того же Сергея Юрьевича Витте. В общем, надо сказать, что, ну, можно перечислять еще многое, но, в общем, надо сказать, что все-таки у нас в России интерес был к этим изданиям, интерес был отечественными нашими историками, были целый ряд работ опубликован. Это еще до 1917 года Сувиров и Снесарев. Это советские и российские исследователи Берлин, Попов, Реонтьев, Остриков, Остальцева, Василий Богословский, который вот уже в наше время тоже писал работы по... Издавались у нас международные отношения в эпоху империализма, документы из архивов. Так что материалы были, и, так сказать, использовать их можно было. Вы знаете, я не могу не вспомнить еще одного коллегу, которого, к сожалению, нет с нами уже. Это Геннер Александрович Белов, который был историк, и мы с ним вместе опубликовали сборник архивных документов «Россия и Тибет». Это архивные документы 900-1914 года. 122 оригинальных документа, которые мы опубликовали там. Это переписка и Далай-Лама с русским царем и донесения и так далее. Но во всяком случае, мне кажется, что в этих документах мы видели все-таки какое-то, какое место Тибет играл в этот период в, так сказать, во внешней политике Российской империи. Кстати, еще Белов опубликовал потом. Просто мне хочется его вспомнить, вернее, не забывать его. Это статьи опубликованы были в научных журналах, в том числе записки подполковника Генерального штаба Хитрово о Далай-Ламе и его деятельности 1906 года. Но можно сказать, что за последние годы у нас все-таки, у нас таких возможностей, как у профессора Лау, к сожалению, нет такой активной работы использования материалов, архивов по всему миру в разных странах. Но, тем не менее, все-таки наши исследователи, выставковеды стали иметь возможность ездить и работать в архивах зарубежных стран. И, так сказать, и в Китае, и в Тибете стали, так сказать, там на месте собирать какие-то материалы. И в результате, надо сказать, что активизировались работы по Тибету, и интерес к Тибету стал усиливаться. Мне кажется, что это очень важно. И интересно, что и в регионах у нас же, вот даже из того, что мы сегодня видим, наши участники, все действительно и в российских регионах. Огромный интерес сегодня к Тибету, судя даже по участию, вот, так сказать, прямому или косвенному в нашей конференции. Но я хочу немножко упомянуть пару работ, если вы не возражаете. Это у нас из последних изданий. У нас Аня Цендина из Института Востоковедния. Наш сотрудник опубликовала в 2002 году работу «И страна зовется Тибетом». Там она историю приводит и историю борьбы за независимость. Пытается дать реалистическую интерпретацию некоторых мифов, которые, так сказать, существуют вокруг Тибета. И, в общем, мне кажется, что эта книга достаточно интересная. Наконец, издана была у нас и за рубежом в Англии, и в Лейдене, работа Ленинград-Петербургского нашего коллеги Александра Андреева, который тоже на основании большого материала, он, так сказать, вот эту трехсотлетнюю историю российско-тибетских мягий показывает и связи религиозных деятелей Тибета и России. В Улан-Удэ в 2009 году была издана книга профессора Ирины Гарри «Буддизм и политика в тибетском районе Китая». Она сама была там, она ездила по этим местам и так далее. У нее есть своя, так сказать, точка зрения о том, что она рассматривает, так сказать, китайско-тибетский диалог и перспективы автономии Тибета лишь в рамках Китая. И, в общем, она придерживается точки зрения, что является Тибет неотъемлемой частью Китая. А есть и несколько иная точка зрения, которая, я подробно об этом говорить не буду, это наш коллега, который в данном случае ведет наше заседание, это Сергей Львович Кузьмин, который выпустил очень интересную работу «Скрытый Тибет. История независимости и оккупации в 2010 году». Здесь он рассматривает историю тибетской цивилизации с древности, так сказать, и до наших дней. И Сергей Львович Кузьмин, его взгляд, насколько я понимаю, близок к взглядам профессора Лау о том, что Тибет никогда не был частью Китая. Вообще никогда не был частью другого государства. Китай входил, может быть, в состав Монгольской империи, Юань, да, но... Или Манчжурский империй Цын. И, в общем, он приходит к заключению, что присоединение Тибета не носило легитимного характера, и, так сказать, поэтому придаёт большое значение. Я согласна с ним совершенно в этом вопросе. Тому, что в какой мере тибетская цивилизация, культура, язык и так далее могут сохраниться не на территории самого... Не только на территории самого Тибета, но и на территории сопредельных стран, тибетских общин в Индии, в Бутане, в Непале и так далее. И мне кажется, что действительно деятельность этих общин имеет, в общем, определенное будущее. Ну, естественно, что китайские историки уделяли предмет... Важное влияние... Важное значение тибетской проблеме. И, ну, тут, если не говорить, так сказать, а не вдаваться в детали, в подробности, интересно, что как они расценивали политику России и политику Великобритании. Если они ещё в 50-х годах считали, что основным внешним противником, который стремился захватить Тибет, это была Великобритания, а в отношении России они были более осторожны. Это были 50-е годы. Но потом, когда отношения с Россией и Советским Союзом несколько изменились, ухудшились, то российская политика царской России в отношении Тибета уже оценивались как агрессивная политика России. И, то есть, понимаете, есть такой вот подход довольно странный. Ну, во всяком случае, они публиковали и определенные документы, которые касались отношений, в частности, секретное соглашение между Англией и Россией о китайском Тибете, которые, ну, немножко носят такой характер, я не знаю, у многих специалистов они вызывают сомнения и, так сказать, правдивость этих документов и так далее. Но есть и в английской историографии довольно большая литература. Это и документы, которые писали правительство Великобритании и Министерство иностранных дел, и Министерство по делам Индии публиковали. Это документы, относящиеся к Тибету, further papers relating to Tibet. В общем, достаточно англичане этим интересовались и содержали там достаточно много сведений и вообще, так сказать, кроме того, в Великобритании еще публиковались активно мемуары и записки британских политиков, военных, путешественников, которые в той или иной мере были вовлечены в тибетские дела. Это и участники британской вооруженной экспедиции, она у нас уже, по-моему, в ходе этой конференции отмечалась. Это полковника Ян Хасбенне, 1903-1904 год, Индия и Тибет. Это один из участников этой экспедиции, Остин Уодаль, Лохас и ее тайны и так далее. Чарльз Белл, который был представителем британским всякими резидентом, он тоже участвовал. Кстати, Чарльз Белл принимал участие прямо или косвенно в официальных или в неофициальных переговорах, которые делись между представителями Англии, Тибета и Китая относительно дальнейших судеб Тибета. Он опубликовал в Тибет «Паст и Презент» и «Народ Тибета» и так далее. В общем, можно сказать, что новый такой вот этап интереса возник уже после 50-го года, после того, как Тибет был включен, так сказать, в состав Китая и в особенности после событий 59-го года, когда в результате восстания Далай-Лама и тибетские беженцы бежали на территорию Индии, Гималайских государств и на Запад. Здесь в общем следует выделить такую работу, как Тибет и его история Ричардсона, это со штуками Налхаса Флеминга и в особенности работы Алистер Лэмба, историка, работавшего в архивах с архивными документами Англии, Китайской, Центральной Азии, потом Линия Махмагона, это очень важное исследование отношений между Индией, Китаем, Тибетом, так сказать, и в общем эти работы мне кажется представляют большой интерес. Есть в результате событий, которые развивались в связи с событием 59-го года, то вопрос был передан, тибетский вопрос на рассмотрение Организации Объединенных Наций и материалы Международной комиссии юристов, которые проводили свои исследования относительно этих событий. И надо сказать, что они в общем определенная точка зрения, которой приходили вот эти историки и аналитики о том, что после 2012 года Тибет может рассматриваться как независимое государство. И примерно такой точки зрения придерживается большинство индийских ученых, которые также занимаются проблемами Тибета и Гималайского региона. Но можно сказать и напомнить работу Сучиты Кош-Тибет в китайско-индийских отношениях 99-14 годов в виде надонимания британская и Тибет. Вы знаете, я сознательно огромное количество других работ издавалась и по Тибету и по политике и так далее, но я имею в виду то, что относится к началу 20 века, так сказать, вот к этому периоду, потому что так можно перечислять еще огромное количество работ. Дальше и после кстати распада Советского Союза тоже интерес к проблемам связанным с Тибетом и с российской политикой в Тибете не снижался, интерес этот был и в частности в 93-м году Джон Снеллинг опубликовал труд «Буддизм в России» с подзаголовком «История Агвана Доржиева Лухасского эмиссара к царю». В 90-м году была издана крупная работа Питера Хопкерта, которая вообще вошла так сказать в историю это известная очень монография крупная и солидная и она касалась большой игры, большая игра деятельности скелетных служб на вершинах Азии. Ну в общем вокруг Агвана Доржиева конечно много было разговоров, никто из них не так и не пришел ни к какому выводу так сказать о том кто же все-таки был Агван Доржиев, какова была и роль. Но вот интересно, что опять же возвращаясь к архиву внешней политики Российской империи, можно сказать, что там действительно содержится много материалов и интересов и интересных сведений. И в частности в этих архивах содержится и информация о деятельности Агвана Доржиева. Целые дела, которые посвящены ему и который начал со своего паломничества к тибетским святыням и добился высочайшего доверия Далай-вамы, стал ему ближайшим так сказать помощником и советником, если хотите, и личным посланником, потому что именно Далай-вама направил Агвана Доржиева с специальными миссиями к российскому царю. Это было в 98-м и 898-м году и потом в 900-м и 901-м. Надо сказать, что эти поездки, о которых становилось известным сообщение печати, донесение, причем донесения были и о том, как Агвандер жив, путешествовал, как он плыл, как он пересек через Калькутту сель на теплоход и плыли до Одессы, до Одессы, как они потом из Одессы добирались до Петербурга, до этого первое он встречался с ним в Ливаде. Во всяком случае, эти все материалы за ними очень следили и во всяком случае, надо сказать, что вице-король Лорд Керден увидел в этих событиях непосредственную угрозу безопасности индийских владений британской короны. И он с огромным подозрением, недоверием относился к деятельности Ташкет-Даржиева и в общем в ответ на это, как известно, была организована и британская военная экспедиция 3-го и 4-го годов. Но, конечно, в этой ситуации фактически безоружные Тибеты должны были противостоять хорошо оснащенной британской армии. Ну, вот какие-то замечания, о которых я хотела сказать, но, в общем, можно еще напомнить все-таки из истории начала 20-го века о том, что именно в процессе англо-русских переговоров о разделе сфер влияния в Азии именно тибетский вопрос стал тем пробным шаром, который давал возможность выяснить, выявить намерения, планы и интересы обеих сторон. И, если хотите, именно тибетская часть соглашения 1907-го года, именно тибетская часть, тибетский вопрос открыл путь для дальнейшим англо-русским переговорам о разделе сфер влияния в Персии и Афганистане. Понимаете, вот это соглашение 1907-го года, которое предопределило характер и расстановку сил накануне Первой мировой войны, именно можно констатировать, что тибетский вопрос дал возможность дальше идти к переговорам и о том, чтобы вот это соглашение 1907-го было подписано. Но в общем нужно сказать, что в соответствии с этим соглашением и Великобритания, и Россия договорились на взаимной основе отказаться от вмешательства в тибетские дела, именно подписав это соглашение. Таким образом, они фактически предоставили, открыли путь Китаю, который воспользовался этой возможностью и предпринял вооруженные действия для восстановления своих позиций над Тибетом. Ну, последующие события Сент-Айской революции 1911-го года, конечно, изменило планы властей и в общем в 12-м году уже китайская армия покинула территорию Тибета и Далай-Лама, который провозгласил, как я уже упоминала в 12-м году, в 13-м году независимость Тибета, но в общем добиться признания ее формально не удалось. Надо сказать, что дальнейшую судьбу Тибета пытались обсуждать и решать в Симле на конференции англо-тибета-китайской конференции, которая состоялась в 13-м, 14-м годах в индийском центре города Симле, где вообще история потом показывала, что довольно много именно международных договоров, соглашения подписывались именно на этом месте. И в общем вокруг этой конференции шла большая дипломатическая борьба и уже 27-го апреля 2014-го года и все три участника этой конференции парафировали это соглашение, то есть они расписались на тех картах, которые были предоставлены, в частности была установлена так называемая линия Матмагона, которая сегодня без конца используется во всех переговорах между Китаем и Индией и вообще в международный лексикон это твердо вошел этот термин, потому что английский представитель Генри Матмагон, взяв красный карандаш, просто провел на карте, которая была представлена для участников конференции, ту линию, которая вот вошла в историю как линия Матмагона. Однако они парафировали ее, но в последний момент китайская сторона заявила о незаконности участия в этой конференции Тибета, поскольку Тибет является частью Китая. То есть он с точки зрения Пекина не имел возможности на равных условиях участвовать в этой международной конференции. Но все равно линия Матмагона и сегодня используется. и правда надо сказать, что конечно стороны ее трактуют по-разному и сегодня. Но в общем заключение мы не можем не вспомнить, что через три месяца после окончания работы конференции в Симле на европейском континенте началась Первая мировая война. И это Первая мировая война, в общем краткосрочные и долгосрочные последствия которых в общем изменили всю мировую систему. Спасибо. Спасибо, Татьяна Львовна, за очень интересный доклад. Как обычно ваши доклады очень интересны и приятно слушать. Каждый раз открываешь что-то новое. Тем более вот так интересно вы проложили так сказать мостик из прошлого в настоящее. Линия Макмагона действительно одна из линий преткновения сейчас в китайско-индийских отношениях. Хотя в общем если посмотреть с точки зрения исторической правды то это линия между Тибетом и Индией. А Китай к этому не имеет отношения. Потому что Тибет оккупированное государство. И поэтому Китай в общем насчет этой линии никаких прав не имеет дискутировать. Но это собственно отдельный вопрос. Ну хорошо если вопросов нет поблагодарю вас Татьяну Львовну поблагодарим мы всех. Тибетом 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 Продолжение следует...